Здравствуйте! Я вот сколько себя помню, все рассказывают в научно-популярной литературе, какие умные дельфины. И не просто рассказывают, что они умные такие, они вот между собой общаются, они людям приходят на помощь, а еще говорят, что вот мозг дельфина, он в общем-то говоря, кора полушария головного мозга дельфина, она более, скажем так, извилистая, больше там извилин, чем даже у человека. Площадь у нее больше. Значит, в принципе-то он, получается, должен быть более сообразительным. Так вот встает такой вопрос. Вот дельфины всем хороши, в море живут, питаются там, между собой как-то вот на каким-то своем ультразвуковом языке общаются. Ну а почему же они не такие вот умные, как люди? То есть они не достигли таких больших высот, все-таки человечество, ого-го, каких высот достигло, что только не придумало. А дело-то оказывается вот в чем. Чем этот мозг, замечательный, богатый, занят у дельфинов? Начну издалека. Вот когда решается какая-нибудь задача по математике, ну прикладная задача, то есть вычислительная задача, ну вот бывает нужно найти, например, там максимум функции какой-нибудь. Если задача у вас одномерная, ну это, в общем, задача для простого студента. Двухмерная, ну в общем, тоже для студента хорошиста. В трех измерениях, в четырех, в пяти, чем больше измерений, тем непропорционально сложнее становится задача, непропорционально круче объем вычислений, больше объем вычислений. Так вот в чем дело оказывается. Мы, люди, так или иначе, живем на поверхности Земли, ну на искривленной поверхности, не на плоскости, а на искривленной поверхности. Ну мы знаем, что там есть верх, низ, это все у нас, представляем объемные предметы, но наше местоположение исключительно ориентируется на плоскость. Карта у нас есть, карта, она же двухмерная, правда? Двухмерная. Если мы идем на другой этаж, как бы сказать, переходим на другой уровень, у другого уровня другая карта, и мы так из одного двухмерного мира переходим в другой двухмерный мир. А вот дельфины принципиально живут в мире трехмерном, потому что там в океане, в воде, там и право, и лево, и вперед, и назад, и вверх, и низ, все это, так сказать, актуально, можно перемещаться там. И вот на это-то и уходят ресурсы головного мозга у них. Да, вот на все на это, вот они не думают о том, как там им синус 30 градусов посчитать, а думают о том, как вот вверх-вниз вот эта обработка изображения. Вот насколько много, значит, ресурсов процессора и памяти компьютера съедают разные игры, да, помните, вот всякие игры там, трехмерное изображение, все-то там перемещаются, какие-нибудь инопланетяне, монстры, вот, вот это все моделируется, рассчитывается, он съедает, все это делал компьютер, да, так и у дельфина, все это съедается. Между прочим, на людях тоже заметно, ведь мы разные люди, честно говоря, одни живут действительно на ровном месте, сейчас-то мы все на ровном живем, а раньше ведь как, была степь, это актуально ровное место. Ну, птички там летают, можно их посмотреть, как там кружат стервятники над, так сказать, туши убитого бизона, а в лесу есть, живут люди. И вот в лесу там, в общем-то, третье измерение так или иначе присутствует. Понимаете как? И так вот говорят, что в принципе у северян, то есть северян жители севера, а может быть жители лесной полосы, как лучше сказать, на севере везде исконно был лес. У северян у них мозг больше, почему? Не то, что они вот умнее, а просто им приходится еще соображать насчет вот третьего измерения. В лесу оно все-таки есть, не прыгнет ли ты на тебя там сверху, какая-нибудь рысь, например, да? Вот, вот на это у нас тоже мозг уходит, да, вот это вот достоверно антропологи установили. Жители лесов имеют несколько более развитый мест, чем жители равнин. Вот такая вот вещь. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ, удачи, до свидания.